Я с некоторым недоумением обнаружил, что у нас получился именно корпоративный журнал. Люди, которые его читают, это такая вот корпорация людей, которые понимают то, о чем мы пишем в этот журнал. Мы иногда сами не до конца понимаем, о чем мы пишем, но судя по тому, что журнал читает и как журнал читает, все-таки это очень благодарная и понимающая часть вообще всеобщей аудитории. Она не должна быть очень большой, я уверен. Вот она такая, какая она есть, но она и прямо скажем немаленькая. И довольно много из этих людей сегодня здесь в зале. Я вас всех приветствую. Задерживать нашу историю я не буду. Жалко, что многим приходится стоять. Я полагаю, что стоять вам придется долго. Долго, потому что я в нашем месте не ушел на террасу, учитывая то, что вы сегодня услышите. Но сначала вы услышите главу Роспечати Михаила Сиславинского. Человек, которого я, честно говоря, глубоко уважаю, давно знаю и понимаю, что без него, это редко для вообще начальников Роспечати, наш цех был бы точно не полон. Так что ему слово. Дорогие участники несанкционированного литературного митинга. Честно, должен сказать, продолжить идею Андрея Колесникова у меня не получится, потому что у Федерального агентства по печати отношения к журналу «Русский пионер» не складываются. Нам пришлось затратить неимоверные усилия для того, чтобы сегодняшний праздник не был отмечен 31 мая в качестве литературной прогулки. Более того, Андрей предлагал это сделать 31 июня, вести специально для этого дату и все-таки совершить небольшую прогулку по окрестностям Барвихи, и даже сейчас пытался спровоцировать участников. И это, собственно говоря, приехало для того, чтобы постоять рядом с Дмитриевичем Быковым и не дать ему возглавить это шествие. Он не понимал, он думал, что идет философская дискуссия о судьбах нашего Отечества, но, должен признаться, идея крайне простая. У нас есть уже такая длинная история взаимоотношений с издательским домом «Коммерсант», который Андрей Иванович Колесников также представляет. Складывалась она следующим образом. В Федеральном агентстве по печати и массовом коммуникации существуют традиционные формы морального поощрения. Это замечания, выговор и строгий выговор. И вот однажды на день рождения главному редактору журнала «Огонек» Виктору Григорьевичу Лышаку мы объявили выговор и направили вместе с приказом в редакцию журнала «Огонек». Страшная буча поднялась в издательском доме «Коммерсант», как потом сообщил Виктор Григорьевич. Отдел кадров попытался направить апелляцию в суд с требованием отменить выговор, мотивируя это тем, что на самом деле таких полномочий в Роспечати нет и это противоречит закону о СМИ. Для того, чтобы все-таки поддерживать в тонусе отдел кадров издательского дома «Коммерсант», разрешите на день рождения вручить вот такой красивый выговор Андрею Ивановичу Колескинку, главному редактору журнала «Русский пионер» за литературное хулиганство, совершенное неоднократно по предварительному сговору с группой Лейси. Андрей Иванович, это все-таки действительно форма поощрения. Это одновременно и ваучер. Мы еще до конца не придумали, на что это ваучер, но точно на дополнительное посещение кабинета известного издателя Владимира Викторовича Григорьева, это точно ваучер. И можно даже отдельные части этого выговора, как талончики, вырезать и воспользоваться несколько раз. Я точно знаю, на что это не ваучер. Это не ваучер на грант Роспечати, на который, конечно же, любому нормальному главному редактору следовало бы рассчитывать, потому что у нас написано, что журнал литературный, значит, у нас рассказы, один за другим сейчас идут. Конечно, нам сейчас нужна была бы поддержка такая, да? А это не поддержка? Не окажет, не окажет. Да, дайте обратно. Не окажет, к сожалению. Андрей, мы вас спасаем. Я вот должен признаться, в нашей средстве аудитории... Ну и не надо, вот в чем дело. В отсутствии... А нам-то и не надо. В отсутствии средств массовой информации должен признаться, ну зачем вам грант из федерального бюджета? Придет к вам счетная баллата. Я не откажусь. Придет к вам проверочка. Я не откажусь даже от предупреждения. А предупреждения мы вам организуем. Нет, предупреждения мы организуем сами. Вот сейчас приедет ведущая этого вечера, которую я сейчас замечаю. И все будет, я думаю. Многие люди сейчас в кулуарах подходили и говорили мне, а нельзя ли как-то организовать выпуск в моей квартире? Потому что понятно, что сейчас многие хотят оказаться в мейнстриме. В принципе, конечно, грант — это фактически первая ступень к следующему виду поощрения. Еще раз спасибо вам большое. Браво! 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 Ну, теперь я опять же за отсутствием профессиональной, настоящей ведущей. Да, хочу попросить, значит, выйти на сцену не одного человека, а двух. Потому что, ну, один человек справился бы и так, а вот как они справятся вдвоем, это, честно говоря, ума не приложу. Марк Гарбер и Андрей Макаревич. Спасибо. 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 Спасибо.